Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь на объекте, на одной из переделок и здесь одна из задач поставить кровельный проход новый. Вот я сейчас начал демонтировать кровельный проход, ну давайте немножко к теме. Смотрите, кровельный проход собран неправильно по двум причинам. Во-первых, вот здесь вот попадает вода, затекает вот отсюда вот сверху вниз. Вот эта кровельная китайская лента продается под разными российскими брендами. Ни в коем случае не покупайте, отвратительно, я сейчас вам ее ближе покажу. Смотрите, про что я говорю постоянно, когда кровельный проход. Вот вода собрана, видите, когда ты вскрываешь, то есть вода затекает вот отсюда сверху. Поэтому почему постоянно говорю о том, что сверху должна накладываться кровельный материал. Вот он наложен здесь, сейчас я ее прорежу. Ни в коем случае эту ленту не берите, она дешевая. Китайская лента продает ее под разными российскими марками. Отвратительно, может все с ней становится. Поэтому не совершайте ошибки, берите проверенно хотя бы там польскую, либо австрийскую ленту. Они гораздо получше бутилка урчика. И здесь одно, но то, что меня очень удивило. Видите, это алюминий. Но изначально кровельный проход был коричневого цвета. Ну, я еще честно, за все время, сколько я смонтировал монтажи, демонтажей сделал дымоходы, в первый раз такое увидел. И сейчас я переведу камеру, покажу вам, о чем я говорю. Об основе, вернее. Смотрим. Смотрите, вот эта вот лента, она такой современный оттенок. Изначально товарный вид у нее, у нее не чистый цвет, он такой зеркальный, непонятно какой. Вот это вот российская лента, ну, это китайская, вернее, лента продают под российскими брендами. И вот, смотрите, кровельный проход. Видите, алюминий. А здесь коричневый цвет, стандартно коричневый, цвет 8017 по ралу. Здесь вот, и вот он. Я думаю, мне что-то показалось, везде, где стояла кровельная лента, везде цвет сохранился. О чем говоришь? Что кровельный проход был куплен некачественно, что кровельный проход со временем поменял цвет из-за того, что, скорее всего, ультрафиолетовые лучи просто съели краску. Ну, по-другому я не скажу, потому что я его тер здесь в разных местах. Ну, ужас просто. Первый раз такое увидел. Хотел бы очень сильно узнать, где этот кровельный проход у кого покупался. Не знаю, какого производителя, потому что он уже старый. И это тоже, я не могу сказать, силикон это или резина. Похоже, что-то на силикон, а может быть и резина. Очень много... Он простоял, сейчас скажу, не очень много времени. Он простоял полтора или два года, как я здесь на этом объекте оказался. И вот, сейчас я буду демонтировать, вставить новый кровельный проход и положу уже наверх накладочку. Но это в других видео вы увидите, этот объект. Потому что здесь целый комплекс работ был сделан по демонтажу и монтажу дымохода. Все, а я на этом свое видео буду заканчивать. Мне, конечно, реально интересно, кто это за производитель. Если вы встречались с таким, встречались с производителем, пожалуйста, скиньте мне ссылку. Потому что сейчас есть российские кровельные проходы, есть белорусские кровельные проходы, есть китайские кровельные проходы. Поэтому, кто встречался с такой проблемой, укажите, пожалуйста, в ссылках, в комментариях, чей это кровельный проход. Вот, я попробую заказчика узнать, хотя строители, которые делали этот дымоход, они уже слились, информацию телефона отключили, на связь не выходит, поэтому через них я уже не узнаю от первого источника. Пишите в комментариях, все-таки интересно узнать, кто такую вещь делает, да, очень интересно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов, Комменбай, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, всем хорошего настроения, до новых встреч, а я буду работать, пока. Субтитры сделал DimaTorzok